Героиня нашего следующего репортажа неонатолог Ольга Карпова, которая знает о родах, наверное, всё. Ведь стаж её работы составляет почти 35 лет. На протяжении многих веков главным предназначением прекрасной половины человечества являлось продолжение рода. Поддержание семейного очага, чуткое отношение ко всему, что создала природа. Роль женщины и сегодня огромна во всём. Героиня нашего репортажа неонатолог Ольга Карпова работает в областном роддоме аж с 1987 года. Ольга Владимировна рассказывает, что она знала со школы, что непременно станет врачом. Кстати, немногие сразу смогут сказать, чем занимается врач-неонатолог. Мы решили выяснить это у самой Ольги Владимировны. Первый врач для каждого ребёнка, который рождается. И он первым вместе, конечно, с акушером и мамой встречает ребёнка в роддоме, в роддоме. Но врождённый ребёнок не скажет, не расскажет о своих проблемах. И ноонатолог должен уметь, внимательно относиться к малышу, видеть, слышать всё, что происходит с ним, чтобы оказать вовремя ему помощь. К сожалению, не всегда дети рождаются здоровыми. И бывают моменты, когда в роддоме им требуют реанимационную помощь. И здесь счёт идёт на секунды, минуты, чтобы принять правильное и верное решение, чтобы спасти жизнь и здоровье ребёнка. Самое большое удовлетворение для ноонатолога – это когда в роддоме ты слышишь громкий крим ребёнка, видишь розового здорового малыша и, конечно, счастье и радость в глазах матери, которая прижимает к себе своего малыша. Но и большое значение имеет, конечно, то, что здесь работа в команде должна быть. Один в поле не воин. Всегда рядом должны быть грамотные, профессиональные, хорошо подготовленные специалисты, которые всегда рядом и вместе, командой мы помогаем малышу. Каждый сложный случай и ситуацию Ольга Владимировна пропускает через себя, особенно если рождается тяжёлый ребёнок. За столько лет никто не научился абстрагироваться от этих проблем, от этой боли. Любовь к детям помогает. И заряд от них заряжаешься такой энергетикой, когда именно здоровый ребёнок рядом. И, конечно, ты видишь то, что ты сделал, и ребёнок в результате живёт, развивается, здоровый, приносит большое удовлетворение. В честь приближающегося праздника 8 марта и в знак благодарности за долгие годы добросовестного труда наши партнёры вручили подарки героине нашего сюжета. Ольга Владимировна, вы много времени проводите на работе, дежурство, да и обычный рабочий график тоже очень плотный. Поэтому наш партнёр, компания Марго, решила подарить вам этот палантин. Компания Марго занимается производством и продажей женских пальто на каждый сезон. Совершенно необыкновенная по красоте новая коллекция уже в продаже в трёх торговых центрах Рио, Парк номер один и Парадис, где всегда есть эксклюзивные модели пальто, выполненные в единичных экземплярах. С коллекцией пальто можно ознакомиться и на сайте margodifistver.ru Конечно, любая женщина заботится не только о своём гардеробе и внешнем виде, но и, как подобает настоящей хозяйке, о своём доме. Сегодня решать бытовые вопросы женщинам помогают многочисленные технические приспособления, начиная от ставших привычными стиральных машин и пылесосов, до компьютеризированных кухонных комбайнов и программируемых посудомоечных машин. Выбрать нужную бытовую технику на вкус Ольга Владимировна сможет, в том числе благодаря подарку гипермаркета «Техпорт». Интернет-гипермаркет «Техпорт» дарит сертификат на покупку бытовой техники и нужных товаров для дома. Ещё один сертификат дарит химчистка «Мэджик», главная задача которой перед собой ставят сотрудники – освободить ваше время для себя и семьи. Руководитель компании «Мэджик» Оксана Чаурина обратилась тёплыми словами и поздравление в адрес прекрасной половины человечества. Дорогие, милые дамы, самые очаровательные и непредсказуемые создания, поздравляем вас с праздником, желаем вам чудесных дней, наполненных радостными событиями, красивыми словами, любовью и душевностью. Пусть ваши желания исполняются всё чаще, близкие окружают вас теплом и нежностью, заботой и безграничным вниманием. Счастья вам! И пусть оно не заканчивается! И, конечно, чтобы ваш праздник был ярким и запоминающимся, и таким же прекрасным, как эти цветы, специально для вас компания «Орхидея» подготовила букет. Спасибо огромное! Это очень неожиданно за такие приятные подарки и за ваше поздравление к такому замечательному празднику. А в ближайшем выпуске новостей мы продолжим тему прекрасного праздника Международного женского дня.